Добрый вечер! Белорусский фонд «Миру» консолидует громадство деля добрых справ. С такими словами, наместник главы администрации президента Беларуси Игорь Бузовский звернулся до удельника у расшистого посяжения в гонор 55-й годе громадского объединения. Подрабязности у Юлии Барысовец. Белорусский фонд «Миру» – одно из наибольших уторитетных громадских объединений, якое ведают и поважают во всем свете. В зале Белорусской державной филармонии – представники органов выканавшей и законодавшей улады, члены правления, старшины и активисты областных организаций, духовенства. Усеяны выказывают слова-падяки у адрес миротворчага активы Белоруссии. На его рахунку – шмат добрых справ. Объединение мкнется умоцовывать мир и сгоду помеж людьми. Особливое место – займая работа, накерованная на усталявание связей с краинами-суседями – Россией и Украиной. Программы мероприемства у фонду увасабляют идеи милосерности и гуманизму. Накерованы на патрымку молодей – патриотичное выхование. Фонд «Миру» удельничает у реконструкции помников, место у похования воинов, реализуя экологичные проекты и доброченные акции. Большую поддержку фонд «Мира» оказывает единственным на постсоветском пространстве, расположенном в нашем районе, мемориалу детям-жертвам войны в населенном пункте Красный берег. Мне хотелось бы пожелать всем миротворцам здоровья, добра, счастья на благо нашей любимой Беларуси. От гумельской делегации на республиканской сцене узнагородили пять представников. Узнагородный знак «Заслуженный миротворец» отримали активисты областного отделения. У гады святочный день усім без выключения представникам миротворшего руху адрасовали теплые слова и песни зорки беларуской эстрады. Специально с нагоды 55-ти годы Беларусского фонда «Мира» выканул свои шлягеры у золотым составе и вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». На планете Земля и не хватает таких общественных объединений, как Беларусский фонд «Мира» и таких хороших, важных и прекрасных миротворческих мероприятий. Усяго на мероприемстве присутніше локаля 700 человек з усіх областей замежа. Это показывает массовость действительного аутаритету, как внутри краины, так и за ее межами. Гомельское отделение Беларусского фонда «Мира» всегда отличалось инициативой при проведении различных мероприятий. И особая значимость заключается в том, что эта общественная организация опирается на молодежь, на учащихся школ, учреждений профессионально-технического образования, высшее учебное заведение. И это абсолютно правильно. Мир – это будущее, будущее нашей молодежи. Мир – это радость, это детство. И поэтому сегодня те мероприятия, которые проводятся не только в Республике Беларусь на областном уровне, но и далеко за пределами, говорят о пользе этой организации и результатах работы. Советский фонд «Миру» был заснован 27-го красавика 1961 года. Под мурок заклали лидеры. Теперь час начинать новую сторонку деятельности Беларусского фонда, которую уже створяем молодь. Урочистые посяжения «Гонор» 575-ти годы утворение Беларусского фонда «Миру» отрималось с правдой масштабным. Уся год Гомельской области им приняли удел коля 100 человек. Это лепшие супрацовники громадских объединений, процтовники улады, выники подведены. А теперь, что довольно символично, на память огульных фотосдымок. Юлия Борисовец, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. 20 мая у Гомеля пройдет 13-й экономичный форум. Потенциальным инвесторам пропануют больше 150 проектов и до 200 земельных участков для ведения бизнеса. Олег Сентюров подзекавился, насколько поспехово реализуются погоднения, заключенные подчас попередних форумов. У якости прикладу обрана сфера агроэкологичных послуг. Агроэкотуризм – сфера, притягальная не только для особных жигаров, а лишь мат таких предприемств. По великим рахунку, проблем при реализации проекта может возникнуть усягодь две. Необходное укладание – перевысить финансовые макшимости предпринимательника, те не отримается пропановать комплекс соправды за потребованных послуг. Тут так само необходно усил пролечить уречте, як и любые інши вид деяності. Агроэкотуризм повинен приносить прибыток. Ощущлять деятельность с постановкой на учет в налоговой инспекции планировали в 2015 году 28 человек. За 2015 год ими было заключено около, не около, а 553 договора на сумму около 1 млрд белорусских рублей. А посетили наши агроусадьбы 3372 человека. Водосховища Михайловская у свой час будували для створения стратегичных запасов воды. Хоть до завершального этапа работы не довели, проект оказался нерентабельным. Зато и в Гомском районе заявился неповторный куток природы. Бадай самый великий плюс альчинного агроэкотуризму – некранутая природа. Ни огледничай ни на что. Зносилось таке кутки – усеще не проблема. Макчима у нас меньше теплых дён, чем у павневых краинах. Але и в этом есть своя прыгажость. Почас одного из гомельских форумов погоднение по заведению на берзе водоёма агроэкотуристичного комплексу заключила гомельская будовничая фирма. Кажуть, что звернули увагу на этой мястины году 15 тому. Теперь заявилась макчимасть реализовать мару. Капарча у заведения домов для туристов, компания посадила тут уже около 2000 древ и выпустила у водоёма 40 тысяч тонн рыбы. Различная на 50 человек комплекс, який отримал назву «Славянский свет», будет працавать по принципу «Усё уключено». Починаючат макчимысть отпочивать сирот саправды не кранутой природы до самых разностаенных забав. При этом ориентация на звычайные семьи с Беларуси и близкого замежа. Пеших туристов тут планують принять в наступном годе. Тут не будет таких заоблачных сцен и тому подобное. Тут континент простой, семья, должна приезжать семья. Дети играют на детской площадке, аниматоры с ними гуляются, женщина либо купается, может на лошадях покататься, мужчина либо охотой занимается, либо рыбалкой. Всем, чем хочешь, здесь можно сделать. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Беларуская чегунка сёняшнего дня пошла отправлять праз «Гомель» про мои рейсы у Краснодарский край. Накольки в оголе запотрабованы зараз чегуношный транспорт и як привабить до корыстания им больш пассажиров. А так само, где у «Гомеля» з'явится яше один микрорайон, по яким кошце планують продавать квартиры, и накольки высокий зараз попыт на жилье. Об этом и не только позже размова о сёняшнем выпуске «Экономичной доведке». Глядашу так само, чакая знакомство с ценами на продукты на Гомельском центральном рынке и у Калинковицкой краме «Родный Кут». Глядите программу одразу после выпуска новинов на телеканале «Беларусь-Шатыры Гомель». Карцинная галерея горы Лавашенки сё лета первой в Гомельской области провела культурную акцию «Нож музеев». Ей наведали некальки тысяч человек. У их лику и наш корреспондент Ганна Ковалёва. Культурную акцию «Нож музеев» в этом году найбуйнейшие выставочные и музейные установы Гомеля вырешили провести урозные дни, как у гомельчан была макшимость наведать усе. Первая его организовала картинная галерея Гаури Лавашенки. Деля акции перекрыли в улицу Карповича. И ладили святы не только в выставочных залах, а и на прилеглых территориях под открытым небом. Сегодня впервые в областном центре гомельчане и гости нашего города смогли увидеть театр на улице. Это впервые. Ну и, конечно же, мы пригласили гостей из города Чернигово, из города Минска. Это будет потрясающее световое шоу. В прошлом году мы, гомельчан, радовали огненным шоу, но в этом году решили немножко программу изменить и сделали световое шоу. Для аматоров выявленных мастерства открыли все действенные выставочные залы. На выбор работы с краизнавшего музея Витебска, репродукции картин со свет на ведомых мастаку, текстильная скульптура и ведомыш полотный Гаврила Вашченке. В целом тут працавало одразу семь пляцовок. Организаторы зарабили ставку на разностаенность и поспробовали уличить интересы гомельчан у всех взрослых. Тут можно было убачить театральные постановки, вокальные номеры, прокатиться на каруселях и навод пострелять с оправданного лука. Мероприятие уже последние годы настолько громкое, что не узнать его просто нельзя было. Я уже последние три года посещаю, и с каждым годом мероприятие набирает все больше и больше обороты. Очень приятно здесь проводить время, с каждым разом все больше и больше мероприятий, и каждый может найти для себя что-то по интересам. Те, кто увлекается искусством, могут поучаствовать в росписи. Боди-арт нам предлагали, правда, испугался это сделать. Несколько лет мечтал из лука пострелять, искал школу из лука, да, не доводилось. Вот сегодня, несмотря на очередь большую, все равно вот стою, жду, наконец, моя мечта сбудется. Найбольшая видовищная частка шоу началась, когда город накрыл зумрок. Аптичный иллюзионист Мартин Март из Минска продемонстровал, как малевать светло. Свою программу так само представила троу светлового перфоманса министры ли из Украины и гумельские маэстры интерактивного светлового шоу. Мы постарались показать световое шоу с элементами и светодиодных крыльев, светодиодные веера, все, что было красиво и с таким вдохновляющим личным настроем. Ну и закончить на драйвовой такой нотке. Над пятигодинной культурной программой працавало больше як 100 человек. Оценили их намаганье, а май – 4 тысячи наведовольников. Такие личбы побили уси рекорды попередних годов. И гэта як нельга лепш, подсверджая звание одной из ведущих культурных установ гомельщины. По выниках работы в минулом годе картинная галерея Гаурова-Вашченке занесена на областную дожку гонору. Ганна Ковалева, Михаил Рабку, Телерадо, компания «Гомель». 12-годовая история проведения сотни удельников и признания на Сусветном Узроуне. В очередной раз юных эрудитов собрал в Гомеле Кубок Европы по интеллектуальной гульни, что декали. 27 команд с 5-ти краян света по традиции примает областный палац творчества детей и молодей. Царот удельников турниру – юнацкие команды. Пераможцы – призеры чемпионата у европейских краин и наибойнейших международных споборництвов. Для оправнания у самым пешим турниру в 2004-м годе удельничали только Россия, Украина и Беларусь. За годы основания конкурсу свои силы на гэтой гульнявой пляцолцы выпробовали команды многих инших краин. Все лето заявки на удел так само подали Латвия и Армения. Каждый год растет уровень команды, естественно, каждый год растет уровень вопросов потихонечку. И те вопросы, которые, допустим, мы задаем сейчас детям, немыслимо было бы задавать в далеком-далеком 2004 году. Сейчас это уже та вершина, на которой уже много лет карабкаются самые умные, самые сообразительные дети из всех наших соседних стран, особенно из Беларуси. Турнир будет продолжаться на протягу трех днем. За гэтый час удельникам треба пройти три выпробования. Команда «Пераморца» вызнашится завтра. Сегодня у Гомеля прошел финальный этап споборництва у падзитяши лёгкоатлетыцы. До этого, под эгидой Международной ассоциации лёгкоатлетышных федераций, отбылится региональные отборы у кожным с района областного центра. У делу их взяли больше, чем 700 шатвероклассников. Яны показали свои умения у скачках, бегу, розных видах киданню и инших лёгкоатлетышных практикованню. У сего их было 10. Сеселя у делу в финальном этапе, який прошел в палаце лёгкоатлетыки, одобрали 8 школ по 2 от кожного района Гомеля. У гэты день яны змагалися с заголовным приз пероходных кубок. Ребята достаточно спортивные. И здесь надо отметить труд учителей по физкультуре, которые готовят ребят и, скажем так, и ребята показывают достойные результаты. Заходом финального этапа сошили профессийные тренеры, який означали для себя наимоснейших спортсменов и будучи не займутся их подрыхтовкой для споборницов больше высокого узровня. Больше всего мне нравится прыгать в длину. Ещё бегать, потому что я самый быстрый из нашего класса. Я хотел стать спортсменом, футболистом, хотел поступить в известный клуб. Я очень люблю спорт. Таким часом у Гомельским областным центра Олимпийского резерва по конным спорте отбылись открытые республиканские споборниц по пиродолине пирожкот. За узнагороды змагалися спортсмены из Гомеля, Могилёва, Гродзенской и Минской областей. Конкурт напоен один из самых прыгожих видов конного спорта. Одноездника потребуется высокий узровень кирования живёла и тонкий разлик. По умовах споборниц необходимо переодоливать пирожкоты у строгой последовательности. На выник уплывая худкость, за какой спортсмен и конь прошли маршрут, а так само колькость помылок. Наездники вознашали мощнейших у трех взрослых категориях. От этого залежало вышение пирожкот от 90 до 130 сантиметров. Особливость открытых республиканских споборниц в том, что и они не заявляются заликовыми. Все соревнования входят в круг предварительных подготовительных соревнований. То есть это не зачётные, неотчётные соревнования, на которых можно проверить, рискнуть, посмотреть, как подготовлена лошадь, как подготовлен садник и внести соответствующие коллективы. Гомельские спортсмены на этих споборницах без узнагород не застались. Выхованцы Гацар по оконным спорте Дарья Панякова и Анастасия Плескоцевич стали переможцами у своих взрослых категориях. Другое место заняла Афелия Исмаилова. Третьими финишовали Елизавета Маршалова и Елизавета Барышек. Гэта и инши новини вы можете знайсти на нашем сайте в интернеті по адресі www.trgomil.by На гэтом выпуске завершене. У студии працавала Маргарита Швукова. Усяго доброго и до встречи у хера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова